как выбрать доменное имя для вашего интернет проекта разберемся сегодня поехали всем привет меня зовут камиль калимулин и на нашем канале мы разбираемся с разными прикольными штуками как сделать так чтобы больше продавать в интернете и сегодня мы разберем очень простой с виду вопрос но очень интересный как выбрать доменное имя то есть что такое доменное имя как его выбирать чтобы ваш проект в перспективе был успешным и так что же такое домен что же такое доменное имя давайте еще раз вспомним если кто-то не знает значит доменное имя этого такой адрес в строке который набирает наш пользователь либо переходит по ссылке вот по адресу где находится именно сайт магазин наш проект в интернете домен состоит из трех основных компонентов точнее из двух а вторая часть у него как бы по частям делится да то есть первый это протокол передачи данных то есть каким способом технически передаются значит данные вот наши страницы внутри интернета значит здесь вот видите http с или http бывает http это протокол без шифрования https протокол с шифрованием то есть вообще ну весь мир сейчас стремится к https поисковой системы лучше оптимизирует поэтому когда вы запустите проект постарайтесь сделать его в том числе в протоколе https это первая часть нами второй кусок это как раз доменное имя который состоит и может состоять из нескольких кусков которые разделяются точками вот самые самые крайние это зона сайта то есть какой зоне находится сайт данный сайт находится в зоне ru точка ру это окончание нашего домена дальше идут уже название доменное имя нашего сайта тут может быть несколько не могут через точку идти могут быть под домены то есть здесь уже могут по-разному но суть заключается в том что здесь вы как раз и называете свой проект вот то что есть написано qwerty это как раз название вашего проекта какие уровни бывают ну вот первый уровень я о нем уже сказал это уровень доменных зон то есть . ru . rf . su . com . net . club там сотни или даже тысячи доменных зон в которых вы можете купить свое доменное имя . ru означает что сайт находится в россии то есть это значит российский сайт . com это домен который пошел от того что в америке коммерческие компании открывались . com поэтому если вы делаете какой-то международный проект то чаще всего называют его . com да то есть еще такая даже была история кризис . com да то есть . com это как раз сайты до первые сайты коммерческие находились на этих домен . net . club и другие доменные зоны их очень много выбирается уже исходя из назначения да то есть если вы там не знаю в украине там будет . у а например да ну и так далее то здесь первый уровень он определяет принадлежность поэтому если вы хотите запускать проект в россии то я рекомендую использовать . ru если вы международный проект запускаете то я рекомендую . com брать второй уровень это доменное имя то есть доменное имя здесь уже выбираете название своего проекта иногда бывает под домены то есть например shop . кукмара . com да то есть есть кукмара . com это завод там сайт завода shop . например там интернет-магазин размещается то есть это под домен то есть подраздел до нашего ресурса иногда это нужно и да это не нужно здесь уже каждый решает для себя самостоятельно как купить домен как стать владельцем нами домены продаются продажей доменов занимаются такие специальные компании которые называются регистраторы доменов их не очень много в россии вот здесь вот вы видите на экране несколько регистраторов вот значит регру не гроют это с ключевые регистраторы в россии то есть там вы можете зарегистрировать домен кроме этого вы можете зарегистрировать домены на различных сервисах там джина ru например там и 2 on shop . да то есть там можно внутри этих сервисов уже приобрести доменное имя и пользоваться и как это выглядит то есть вы заходите на сайт вот на сайте нажимаете домен который хотите купить вам говорят он занят или не за если он не занят вы нажимаете кнопку купить вам предлагают зарегистрироваться если вы не зарегистрированы заключить договор на такой виртуальный и приобрести этот домен что есть приобрести то есть оплачиваете деньги и в домен прописываются ваши параметры вот там чуть ли не до паспорта то есть да в домене прикрепляется поэтому вот таким образом вы это можете купить что делать если доменное имя занято некоторые разочаровываются говорят ну все значит не смогу на самом деле есть такая лазейка вы можете посмотреть на аукционе возможно домен продается и вы можете его купить конечно же уже не за эти деньги не за 200 рублей не за 500 90 рублей обычно конечно стоит дороже может быть несколько тысяч есть домены которые продаются там за миллионы рублей все зависит от того кто вы зачем вам нужен домен кто его продает и ну как на любом рынке до спрос рождает предложение есть покупатели есть продавец если вы договориться о цене значит сделка состоится и вы приобретаете право на использование этого домена надо заметить что домены продлеваются то есть нужно оплачивать продление домена она тоже стоит каких-то денег учитывайте это и не забывайте обязательно продлевать домен потому что его иначе освободят там происходит таким образом то есть за месяц вас предупреждают потом снимают делегирование то есть все ваши сайты прикрепленные перестают работать уже через месяц освобождают домен и любой пользователь который захочет его купить он может его купить поэтому обязательно следите за тем чтобы ваш домен был оплачен и вы его соответственно им владели поэтому по этому основанию как выбрать название домена тут есть несколько очень простых правил сейчас я расскажу об этом первое я рекомендую сделать сам домен вот это имя покороче если это возможно сокращайте сделайте проще сделать так чтобы пользователям было удобно его набирать потому что длинное название но понятно вероятность ошибки гораздо выше ошиблись буквы ошиблись там каким-то названием нажали пробел еще что то и так далее то есть это все работает не вашу пользу есть простой домен если вы создаете в зоне . ру а я рекомендую . ру создавать именно сайта если вы на их ориентируете то лучше создавать адрес именно на английском это лучше работает и технической точки зрения там бывают с русскими вопроса да это работает лучше и со стороны передачи это через другие канал коммуникации то есть вы позвонили кому-то и начинаете говорить домен но обычно люди записывают его на английском языке то есть люди уже привыкли тогда поэтому лучше адрес именно английском создавать по доменной зоне я уже сказал . ру если вы для клиентов россии делаете . ком если вы делаете международный проект настоятельно рекомендую использовать название бренда в доменном имени либо приобрести несколько доменных имен если вы например ну сомневаетесь да если у вас бренд вы действительно хотите называть эту компанию вы развиваете зарегистрируйте домен с этим брендом ну во первых чтобы конкуренты не зарегистрировали во вторых когда поисковая машина будет индексировать она в первую очередь будет конечно показывать те домены которые совпадают с запросом которые люди убивают поисковую строку старайтесь не усложнять есть очень простой бабушка тест мы его называем да как называть компанию как называть домен то есть позвоните вашей маме не знаю пожилому человеку да и продиктуйте ваш домен и попросите чтобы она его записала она или он записал и потом посмотрите что было записано и сколько времени вы потратили на то что объяснить как именно написать как именно выглядит домен вот это самое правильное правило для того чтобы ваш домен хорошо распространялся в различных каналах коммуникации а самый тяжелый конечно же это на слух воспринимаемый домен на этом все ребят подписывайтесь на наш канал узнавайте новые крутые штуки подписывайтесь на меня на своей странице я в неделю очень сколько у меня три или четыре пять постов я публикую различные раскрывая секреты связанность интернет продажами во всех соц сетях я есть подписывайтесь и удачи вам и хороших продаж пока